Что я тебе, Аня, и всем примеру! Чемпионат мира в Казани на этой неделе был богат на события. Финальным аккордом стал матч 1-8 финала. В Казань вновь вернулась сборная Франции, самая дорогая сборная мира. Обыгрывать победителя группы С приехал Лионель Месси и сборная Аргентины. А вот интерактивная карта о событиях в городе в цифрах. Впервые за чемпионат загрузка отелей и хостелов 100%, свободных мест нет. Самое раскупаемое лакомство – конская колбаса. Продана не одна сотня. Всех больше болельщиков приехало из Аргентины – 20 тысяч человек. Настоящий карнавал устроили болельщики сборной Аргентины на Баумана. Мимо пройти было просто нельзя. Кто-то танцевал под зажигательные песни, кто-то и вовсе изучал слова и подпевал. Город просто заполонили люди в футболках с надписью Месси. А эти кадры мы сняли у гостиницы, где остановился легендарный футболист. Казань приготовила свой подарок для Месси – его портрет. Оценить граффити лидер сборной Аргентины мог, выглянув из номера в окно. Всю ночь и день у гостиницы дежурили фанаты. Мы пришли сюда, чтобы увидеть легенду футбола, нашего кумира Леонеля Месси. Я хочу сделать с ним фотографию и попросить, чтобы он оставил автограф прямо у меня на футболке, под надписью Месси. На перекрестке с улицы Университетской болельщики устроили настоящий баттл. Несмотря на то, что представителей Франции было не так много, победила дружба. Французские болельщики были не так заметны в городе. Разве что лишь вот эти, которые сделали фотографии на набережной, наверное, со всеми, кто там гулял. Удивительное настроение аргентинцы создавали и у стадиона. Их было слышно в радиусе нескольких километров. Я не могу петь, я сорвал голос на прошлом матче, очень поддерживал нашу команду. На Казань-арене получится только громко хлопать и размахивать флагом. В Казань приехал и Диего Марадонна. Несмотря на то, что аргентинские болельщики очень поддерживали свою сборную, увы, она проиграла. Счет 4-3 в пользу Франции. В среду в Казани мы стали свидетелями сенсации на чемпионате мира. Болельщики из Германии не сомневались в победе их сборной действующего чемпиона мира. Поддержать команду приехал большой десант фанатов. На улицах карнавала, как аргентинцы, не устраивали. В основном отдыхали в пивных барах. Русская еда – это хорошо. Мы счастливы проводить уже не первый день в России. Мы были в Москве, в Сочи и вот теперь в Казани. Нам нравится ваш город. Среди гостей – экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер с невестой. Ким Сойен, кстати, кореянка. За какую команду она болела, стало понятно из фото, которое опубликовал в Инстаграме Рустам Миниханов. Название фотографии – гол ворота сборной Германии. Оооо, письмо в Корея! Оооо! Фанатов из Южной Кореи в Казань приехало не так много. На наш взгляд, из всех болельщиков, посетивших столицу Татарстана, они самые скромные. Ведь, к примеру, этих ребят нам даже пришлось уговаривать спеть песню на камеру. Сборная Германии сильнее, чем сборная Южной Кореи. Но я надеюсь на то, что фортуна улыбнется, и Южная Корея победит 2-0. Слова Хэнгзен Ли оказались пророческими. Сборная Германии в сухую проиграла сборная Южной Кореи. Германия впервые в истории не вышла из группы. На этой неделе аналитическое агентство Турстат составило рейтинг посещаемости городов чемпионата по итогам группового этапа. Казань на шестом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Промониторировано в общей сложности более 5000 объектов с учетом кратности. Выявлено 59 случаев завышения цен. Выдано 22 предостережения о недопустимости нарушения данных требований, а также виновные лица привлечены к ответственности. Это речь о гостиницах и хостелах. Чтобы болельщик чувствовал себя комфортно, в Казани ведется большая работа. Все службы работают как часы. Специалистами Роспотребнадзора также выявлено 42 факта завышения цен на арендное жилье. Почему гости должны переплачивать? Материалы направлены в налоговую службу. Силовые структуры помимо охраны общественного порядка проводят и профилактические мероприятия. Например, ловят за руку перекупщиков билетов. Был задержан житель нашего города, 90-го года рождения, по факту незаконной реализации входных билетов. Он привлечен к соответствующей административной ответственности. Информационные шатры посетили 17 тысяч человек. Столько же раздали карт и справочников болельщиков. Самый интересный момент у нас на одном из шатров, это был баум на Нагай. Один из колумбийцев подарил нашему волонтеру билет на матч. В среду впервые в истории чемпионата на стадионе Казань-Арена было сделано предложение руки и сердца. Болельщик из Южной Кореи подарил кольцо возлюбленной. Редакция Ленты.ру на неделе обнародовала интересные исследования. Рейтинг самых любвеобильных болельщиков. Самый флиртующий болельщик оказался из Польши. На втором месте бразильцы, на третьем – аргентинцы. Самыми целомудренными эксперты назвали японцев и южнокорейцев. А этот ролик на неделе обсуждала вся Казань. Девушка пыталась познакомиться с болельщиком из Колумбии, но, видимо, ему не приглянулась. Но это ее не остановило, она с силой вывела фаната из автобуса. Я просто по-медицински вам объясню, что речь идет или о немфоманках, или об обычных хулиганках. Потому что ни одна простая российская женщина никогда не позволит себе такого отношения в отношении приехавших гостей. Эксперт нашей программы, известный в Татарстане, андролог Любовь Мумладзе говорит, что такие факты единичные. Они встречаются не только у нас, но и за границей. И отмечает, знакомиться нужно по правилам этикета. К сожалению, есть такая ситуация, как дефицит любви. И есть женщины, которых недолюбили. Есть женщины, которые по жизни, в общем-то, одни. И, возможно, для них это представляется способ познакомиться. Другое дело, что ведут они себя, нарушая, так сказать, правила приличия. А вот интересная информация с фестиваля болельщиков. Здесь проанализировали, кто чаще всех приходит на фан-фест. Оказалось, что 60% это мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. 40% – женщины. Наиболее многочисленными иностранными болельщиками является это колумбийцы. Более того, они еще бьют рекорды и по количеству продолжительности своего пребывания в Казани. На втором месте у нас это австралийцы, на третьем месте иранцы. Вот, это топ-3 иностранных болельщиков, посетивших город Казань. Дарья Санникова, глава городского комитета по туризму, отмечает. Самый раскупаемый сувенир – это русская матрешка. На втором месте – атрибутика FIFA. На первом месте среди национальных сувениров – тюбетейки, куклы и изделия из кожи. Большой популярностью пользуется экскурсии именно двухэтажного автобуса. Я более того, хочу сказать, что там очереди выстраиваются, потому что, ну, действительно интересно. Более тысячи болельщиков прокатились на велорикше. Помните, мы с вами ездили. То есть, достаточно популярная услуга получилась. И людям нравится фотографироваться национальных костюмах. Праздник большого футбола продолжается. На следующей неделе в Казани, в Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи пройдут четверть финалы. Сергей Темляков, Андрей Мохов. Семь дней.